привет всем с вами я вот и шевский и перед вами посылочка смартфоном который шел ко мне три недели это смартфон который называется meizu m2 not наверное я один из самых последних кто распаковываю этот смартфон все уже давным-давно получили распаковали вот я просто заказал его немножечко позже чем все поэтому ну как бы у меня все это видите сейчас завязано под подписчиков то есть подписчик попросил вова закажи ну и вова говорится не отказался так я разрезаю аккуратненько еще забыл сказать что эту посылку я получил с магазина пандавил это уже вторая посылка причем что вторую meizu с пандавила и тут у нас кажется что-то там есть внутри да у нас есть еще переходник это радует то что пойдут переходники вот уже непосредственно сама коробочка очень похоже на мэйзу м2 коробку в плане того что на мэйзу м2 просто написано там 2 и hd на мэйзу м2 нод здесь вы видите написано м ну нод 2 f hd кстати вот сравнение давайте по размеру они это на больше вот смотрите с м2 нод она немножечко больше даже вот так вот так ну что давайте будем распаковывать и смотреть что же у нас тут внутри ну я думаю что все стандартно прежде всего мне интересен сам смартфончик какой он сам по себе и конечно же интересно сравнение с версией м2 как вы видите никто еще не распаковывал я первый и это ну тоже не может не радовать вот он смартфон слушайте ребята он такой большой шокопец реально огромный ну знаете почему я так говорю потому что у меня есть тут м2 и я сразу же как бы автоматически сравниваю ну давайте будем смотреть так у нас тут адаптер сам смартфончик который мы можем достать кстати очень продумано слушайте я сначала не заметил потом так раз вот видите легко достаешь это круто ребята вот как бы смейзу даже такие мелочи как бы продумывают и это очень круто так дальше у нас тут идет мануал и давайте я все переверну так вот чтобы во первых адаптер выпал и мануал и так у нас тут еще есть и шнурок кстати шнурок неаккуратно скрученный вот я уже конечно начинаю придираться но он неаккуратно скрученный и вот здесь я вижу такое небольшое трение такое ощущение что их просто тупо вручную скручивали и иногда бывает так что вот шнурки вы знаете как в айфоне просто так вот красиво так просто вообще супер здесь так вот по обычному дальше адаптер он маленький такой как же и в мэйзу м2 тут у нас написаны некоторые технические характеристики только мы сейчас их главное разглядеть так у нас 2 ампера услышать такая маленькая 2 ампера это очень даже неплохо и также у нас скрепка с логотипом флайм все здесь у нас как бы ничего такого интересного нету теперь непосредственно сам смартфон мы снимаем заднюю часть пленки так отлично слушайте ну пластик очень схож с мэйзум x4 единственное что в отличие от мэйзум x4 нету металлической рамки здесь вся на полностью пластиковая ну и смотрится сразу действительно солидно вот глянцевый в мэйзу м2 он тоже хорошо неплохо смотрится но он все-таки как бы чувствуется как глянцевая здесь вот матовые такой прям аж круто дизайн by meizu made in china как видите в мэйзу м2 нот какое отличие то что есть двойная вспышка здесь одна ну и так далее ну наверное нужно будет отдельное видео сделать просто для такого как бы ну понимание мини сравнения что все-таки как бы больше нравится сравнение камер говорят что же одинаковые камеры так хочется аккуратненько снять эту пленочку она не поддается тут такое ощущение что язычок просто сгрызли и вот так просто ее возьмешь и не поднимешь кстати я замечал многие блогеры тоже так вот такую проблему имеют итак ребят я тут нашел такую вот штучку для ногтей и я думаю что это как раз самый оптимальный вариант и мы ее возвращаем сюда клеим все ну чтобы как можно меньше пыли было и передняя часть круто все выглядит действительно стильно красиво мне нравится и знаете что я еще заметил кнопки регулировки громкости находится на разных сторонах здесь они находятся слева а здесь справа я привык справа мне больше нравится справа но слева в принципе тоже дело привычки конечно смартфон чувствуется реально на порядок больше но я уже привык большим телефоном то есть если сравнивать его с еще одним большим телефоном который еще больше хотя по сути смотрите 5 и 7 5 5 ну да ну видно что чуть больше все равно видите узкие рамки то есть все как нормально все нормально есть фронтальная камера есть у нас также динамик у нас только одна посредине кнопка то есть больше нету кнопок кстати мне нравится вообще эта кнопка она чем-то схожа с кнопками samsung но в отличие от samsung там она немножко как бы выпирает а здесь она немножечко утопленная вот так вот теперь давайте посмотрим на язык и как вы видите русского языка у нас к сожалению нет фигово ну ничего страшного перепрошьем это не проблема кстати если вы хотите чтобы я снял видео по перепрошивке meizu m2 not на русскую прошивку то пишите в комментах если это как бы наберется много лайков то тогда я пойму что это нужно и соответственно сделаю такое видео также хочу отметить то что есть поддержка стандарта вай фай эйси как видите xiaomi 5g это мой роутер который эйси и соответственно есть возможность соединиться с эйси стандартом и соответственно получить намного как бы более стабильную и высокоэффективную скорость это конечно актуально для внутренних как бы линий то есть там для по локалке вот все равно интернет и си скорость не развивается то есть и си это 1167 мегабит то есть один гигабит интернет у нас ну у кого один гигабит интернет у кого 100 мегабит интернет ребят вот так ну что отлично все мне нравится очень даже хорошо экран такой же классный как в my zoom x4 мне он больше напомнил my zoom x4 потому что в м2 мини он тоже классный но ну наверное знаете почему потому что здесь иконки то побольше поэтому так и кажется а также я уменьшил немножечко яркость в камере и соответственно я думаю что вам теперь лучше должно быть видно и давайте еще вот ну для сравнения что вы до видели вот в принципе одинаково реально практически одинаково дальше что еще интересно я хотел бы вам показать это то что смартфон работает на одном из самых последних андроидов в частности это у нас 5 и 1 это здорово вот это то что мне нравится но в принципе по сути как бы пофиг потому что у нас тут оболочка флайм от которой но в принципе как бы не холодно не жарко это 5 android или 4 android или это будет 7 android грубо говоря то есть все равно флайм он и есть флайн ну что друзья явно буду на этом заканчивать распаковочку сразу хочу сказать вам что вы в комментариях задавайте вопросы которые хотели бы узнать по мэйзу то есть чтобы вы хотели узнать кроме того что перепрошивка то есть это на русский язык и еще другие вот моменты то есть хотите ли вы сравнение с этим аппаратом то есть с мини версией и какие еще видео вы хотели бы связаны с мэйзу м2 нот ну кроме понятно что обзора все на этом я заканчиваю спасибо вам большое за то что смотрели ставьте лайк подписывайтесь еще увидимся всем пока а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter